Всем привет! Меня зовут Вячеслав Жданов, я занимаюсь электромонтажными работами в городе Омске. Сегодня будет небольшой рассказ о моем сварочном аппарате для сварки скруток. Это самодельный сварочный аппарат, по нему было несколько вопросов. Поясняю. Сердцем этого сварочного аппарата является трансформатор. Трансформатор, как во многих видео про такие подобные сварочные аппараты снимают, трансформатор в основном там фигурирует какой-нибудь, который мы нашли в гараже. Но у меня нету гаража, в котором валяются несколько трансформаторов, поэтому я пошел в магазин, купил трансформатор марки ОСО 0.25 УХЛ-3. Это трансформатор с 220 вольт на 12 вольт, мощностью 0.25 кВА. Тут всякие его характеристики указаны. Стоимость в городе Омске что-то около 600-700 рублей. Дальше. Питание. Высокое напряжение, 220 вольт. Подходит к нему от обычной электросети, с помощью вот такой вот вилочки. Вилочка усиленная, яковская, резиновая. Дальше. Кабель я использовал для высокого напряжения 3 на 1,5 кг с резиновой изоляцией. То есть он зимой не ломается, ничего ему не будет. Дальше. Кабель подходит в ящичек. Здесь просверлено отверстие. И значит этот кабель ложится в этот ящичек спокойнее. Дальше. Фаза. Ну или там что получится. Включена через такой автоматический выключатель 16-амперный. Он у меня завалялся в моем ящике. Я с какого-то объекта у меня трофейный. В общем, подключил его сюда. Дальше. Кабель почему использован 3 на 1,5 кг? Потому что у трансформатора есть здесь вот такой заземляющий болтик. Вот. Я значит подключил заземляющий контакт через наконечник к этому болтику. Далее. Питание 220 вольт с автоматического выключателя. И с вилки приходит на клеммник. Клеммник высокого напряжения. Как вы понимаете, высокое напряжение обозначено циферками 1, 1, 1, 1, 1, контакт. Значит, подключен через наконечник, кеншевый. И не забываем, гибкий кабель должен быть к винтовым соединениям. Если вы с помощью винтовых соединений подключаете гибкий кабель, он должен быть либо в наконечнике кеншевый, либо облужен. Дальше пошли. Низкое напряжение 12 вольт уходит с этого трансформатора, с контактов N2K2. Вот они на клеммничке здесь. Кабелем KG 1 на 10. То есть два провода KG 1 на 10. Это тоже провод резиновой изоляции. Зимой не ломается. Ничего. С ним не делается. Я, значит, использовал кабели, вот эти провода длиной 1,5 метра, но этого не хватает. Что-то я пожадничал, купил 5 метров всего этого кабеля. В общем, желательно, чтобы они были метр 3,5 метра. Почему так? Потому что когда вы стоите, например, на стремянке или вот на таких вот подмостях, как у меня, удобно, чтобы трансформатор сварочный стоял именно на них. И чтобы вы могли дотянуться до потолка двумя вот этими вот контактами. Расстояние 3,5 метра, по-моему, оптимальное. То есть сильную длину мы тоже не увеличиваем, чтобы токи на сварку были достаточно большие, чтобы не было потери вот именно вот в этих проводах. Вообще, чтобы ток был максимальный, вот эти провода должны быть максимально короткими. Но все издовство работ 3,5 метра, по-моему, вообще будет идеально. Дальше. В качестве минусового контакта или обратного контакта, кто как называет, я использовал обычные пассатижи, плоскогубцы. Я их купил в магазине Ашан. Стоили они 47 рублей. Самые дешевые. В общем, от них ничего не нужно. Им нужно просто держать скрутку. Значит, с помощью гильзы этот провод КГ-1А10 подсоединен к ручке, что ли, этих плоскогубцев. Ну, все заизолировано изолентой. Два слоя. Дальше. С помощью... В качестве держателя электродов я использую вот такой вот держатель. Вот. Он стоил тоже около 100 рублей. Очень удобный. До этого я использовал обычный крокодил от... Ну, грубо говоря, который используют для прикуривания автомобильных аккумуляторов. Но ток в нем терялся. То есть мощность терялась именно в этом контакте. Он сильно грелся. И сварка не очень получалась качественной. Тот, кстати, держатель электродов фигурирует в моем предыдущем видео про надежное соединение проводов с помощью сварки. В качестве электрода я использую угольную щетку. Я ее купил на рынке у старьевщиков. Значит, щетка стоила 50 рублей. Графитовая щетка от электродвигателя. Значит, я ей придал вот такую вот форму. То есть из опыта. Я пробовал различные формы электродов. Но оптимальная, на мой взгляд, является вот такая. То есть квадратное или прямоугольное сечение в основании. Чтобы был максимальный контакт с держателем электрода. То есть чтобы не было никаких просветов вот здесь. То есть чем лучше контакт, тем больше ток у вас проходит дальше. И вот эта вот часть, которая контактирует непосредственно со скруткой, ее диаметр должен быть в идеале где-то чуть-чуть меньше, либо равен диаметру самой скрутки. То есть в моем случае это где-то 4 миллиметра. В общем, щетку от электродвигателя я распилил вдоль на 4 части. То есть у меня получается 4 электрода за 50 рублей. Это, по-моему, очень экономно. И они расходуются тоже очень экономно. То есть, на мой взгляд, около нескольких тысяч сварок можно сделать вот таким электродом. Дальше. Значит, этот электрод составляется держателем. Другим концом. То есть пассатижем. И мы держим скрутку и производим сварку. Значит, примеры сварки. Как сваривает этот аппарат я сейчас покажу. Один мой знакомый, фотолюбитель, привет ему большой, сказал, что сварку фотоаппаратом и видеокамерой снимать нежелательно. Может повредиться матрица. Поэтому я сейчас произведу сварку нескольких проводов различных сечений. И покажу уже результат. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Кабели, какие я нашел у себя в обрезках, те и сварил. Начнем по порядку. Это три проводника сечением 1,5 квадратных миллиметра. Это шесть проводников сечением 1,5 квадратных миллиметра. Это три проводника сечением 2,5 квадратных миллиметра. Это пять проводников сечением 2,5 квадратных миллиметра. Это три проводника с сечением 4 квадратных миллиметра. И это три проводника с сечением 6 квадратных миллиметров. Соединение проводников с сечением 4 и 6 квадратных миллиметров производится крайне редко. В основном мне приходилось один раз соединять шестерку, это когда нужно было экстренно восстановить отопление зимой минус 25 одного кафе, у него там сгорела котельная и очень кусок старого кабеля было нарастить. То есть я соединил два проводника с течением 6 квадратов, скрутки завалил, затермоуссадил, по временной схеме подключили кафе, дальше уже разбирались с темой котопедии. Значит, вот так вот это все выглядит в готовом виде, кому нравится, можете делать так, кому не нравится, делайте как вам больше нравится. То есть, по-моему, самое надежное соединение это сварка или пайка. На этом все, всем спасибо за внимание, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пока! Субтитры сделал DimaTorzok